Расскажите, пожалуйста, о ситуации в целом сейчас по Украине, о фронтах, конечно же, о сегодняшних обстрелах и где у нас сейчас, возможно, в ближайшее время могут быть такие горячие, к сожалению, точки. Коллеги, по ситуации по Мариуполю, почему осуществляется такое активное перемещение личного состава и вооружения техники из временно оккупированного Мариуполя? Это фактически город, который находится глубоко в тылу оккупационных войск. Активность украинские партизаны в этом регионе не проявляют, потому что в достаточное время просто резервы туда наших партизан не потянулись. Они активничают на юге Запорожьей области, ведут активную работу на территории Херсонской области, до Мариуполя пока еще хоть не дошел. Но россияне вынуждены фактически перебрасывать свои резервы из этого оккупированного города на иные участки Российско-Украинского фронта, потому как россиянам банально не хватает сил и средств для того, чтобы оккупировать, например, угрозу на Херсонском направлении. Там активно действуют украинские силы обороны, проводя локальный атаку трактического уровня контрнаступательные действия и, соответственно, вызывая нервную истерию у российских генералов, которые пускают все силы и средства для того, чтобы оккупировать эту угрозу для российских подразделений, которые держат оборону на южных рубежах Украины. Что касаемо наиболее горячих точек, то я могу тут выделить три основных. Первая – это, безусловно, ситуация вокруг украинского города Лисичанск. Там позиции украинских защитников этого города россияне пытаются окружить со стороны, с южной и юго-западной стороны. Мы знаем, что дорога трассы Лисичанск-Бахмут находится под контролем российских оккупационных войск, поэтому логистика наших войск осуществляется с трудом через второстепенные дороги. Безусловно, это создает определенные сложности, но, тем не менее, горизон украинских войск Лисичанский держится. Как долго он будет там находиться, безусловно, решение будет принимать украинский генеральный штаб, исходя из рациональности применения сил и средств на этом участке российско-украинского фронта. И, естественно, также учитывая главный важный фактор – важно сохранить личный состав и управляемость войсками. А по территориям мы затем разберемся, так как это было, например, плановый отход наших подразделений из населенных пунктов «Золотое» и «Горское». Поэтому тут ситуация достаточно сложная, потому что, с одной стороны, россияне накопили на этом участке фронта огромное количество сил и средств, в первую очередь, артиллерийских средств, реактивных систем залпового огня. И с помощью артиллерии они практически продавливают нашу оборону шаг за шагом, буквально смешивая все с землей и не оставляя с помощью такого вооружения ничего живого на этом участке фронта. Далее точка напряжения. И, я думаю, это ближайшая и перспективная такая горячая точка российско-украинского противостояния. Это районы Славянска и Кропотовска. Там также россияне сосредоточили просто потрясающее огромное количество сил и средств, более двух десятков батальонов и технических групп. Причем боевое построение, это, кстати, особенность этой попытки атаки со стороны российских войск, состоит в том, что в первых рядах, первом эшелоне наступающих российских войск, находится танковое подразделение. Это не совсем типично и логично, потому как, подразумевается, обычно впереди идет легкая пехота при поддержке бронетехники, которая прощает оборону соперника. И именно в те бреши, где наиболее слабые позиции у соперника, и бросается танковое подразделение, которое разрывает практически оборону и расширяет плацдармы. Тут же россияне действуют наоборот. Ситуация, как по мне, достаточно дивная, с учетом того, что украинские подразделения крайне серьезно насыщены средствами противотанковой обороны. Это и «Энлавы», и «Джавелины», и немецкие «Панцерфаузы», и масса еще. То есть целый спектр вооружения, способных уничтожать на достаточно близких дистанциях вражескую бронетехнику. Пока не могу четко оценить, почему именно в таком формате готовы действовать 10 российских войск, потому как совершенно очевидно, что танки российские будут гореть ярко, и их будет гореть очень много. Но пока мы наблюдаем такую диспозицию. Далее, точка напряжения, безусловно, крайне важна и очень чувствительна в плане человеческих потерь, разрушения гражданской инфраструктуры. Это ситуация на север и северо-восток от Тарькова. Там россияне пытаются контратаковать наши позиции, пытаются буквально смять наступление украинских сил обороны. Логику этих действий я прекрасно понимаю, потому как на определенном этапе действия украинских сил обороны стали создавать серьезную грузу для логистической цепочки, которая обеспечивает и питает подразделения российских войск, сосредоточенных в районе Изюма. Изюма и южнее. Потому как всем очевидно, что железнодорожный и автомобильный маршрут из российского Белгорода через украинский Вовчанск и Купенск, он как раз следует тем маршрутам и по тем территориям, в направлении которых и действовали украинские силы обороны. Сейчас россияне там подтянули определенные резервы, активно используют авиацию, артиллерию, используют тактические комплексы класса «Искандер», что не совсем логично, потому что это достаточно дорогостоящие оружие, но тем не менее. Используют ракеты активно, не считаются с расходом боеприпасов. Ракет, соответственно, пытается остановить наступление украинских войск. Ситуация является достаточно динамичной, но она абсолютно четкой полностью зависит от двух составляющих с украинской стороны. Это мотивация украинских военных случаев и ритмичные и полноценные, полнокровные поставки вооружения и техники от наших западных. Ну, мотивации у нас и правда очень много, это правда. Мы благодарим вас за включение. Владислав, к сожалению, уже вынужден прощаться. Владислав Селезнев, военный журналист, экспикер Генштаба Вооруженных сил Украины с 2014 по 2017 годы, был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова